Привет! Меня зовут Мария Покусаева, и я очень люблю читать. Но даже у человека, который страшно маньячит по книжкам, и некоторые книжки любит больше, чем людей, есть некоторые книжные «не люблю». И, собственно, я хочу поделиться с вами тем, что же я не люблю в книгах, и что же я не люблю в восприятии книг. Поехали! Давайте начнём с того, что моя литературная картина мира состоит примерно из четырёх категорий. Есть литература качественная, написанная талантливыми авторами, написанная умелыми авторами. То есть литература такая вот высокого полёта. Очень часто это формульная литература, где авторы просто-напросто играют с различными формулами, обыгрывают их, издеваются над ними, дают читателю какой-то интересный месседж, провоцируют читатели на необычные выводы или просто заставляют взаимодействовать с какими-то стереотипами, которые выливаются далеко не в стереотипы. То есть это примерно то, что входит в моё понимание настоящей литературы. Но эта настоящесть не зависит от, скажем так, каких-то моральных принципов, которые должны быть заложены в произведение, его тематике, или отсутствию в нём каких-нибудь табуированных элементов. Для меня настоящесть литературы заключается только в том, насколько умело автор обращается с языком, насколько умело он обращается с сюжетом, и насколько правильно он оценивает свои силы, свою целевую аудиторию и тот материал, в котором он работает. Собственно, вот для меня основные критерии оценки литературы, и если какое-то произведение соответствует им, то для меня оно попадает в категорию «хорошая литература». Кроме того, я рассматриваю посредственную литературу, я не вижу в ней ничего плохого, просто признаю сам факт её существования. Это литература более низкого качества, литература, не лишённая недостатков, но, тем не менее, тоже имеющая право на существование. И есть литература трушовая в существовании, в которой я тоже не вижу ничего плохого, потому что народу нужны хлебозрелища, и иногда наша самая читающая в метро нация всё-таки нуждается в какой-нибудь очередной книжке Дарьи Донцовой или чём-нибудь подобном. И единственная категория литературы, которая мешает мне жить и дико меня раздражает, это литература с неправильным позиционированием. Что это такое? Объясняю. Например, вам предлагают прочитать книгу автора Марка Леви или Гиома Мюссо, описывая её как некий психологический, философский роман, который откроет вам тайны вселенной и заставит по-новому смотреть на мир. Я, конечно, скажем так, не сомневаюсь, что есть люди, для которых Гиоми Со или Марк Леви или Сесилия Ахерн станут настоящим откровением, помогут им выбраться из какой-нибудь жизненной западни, придадут силы, вдохновение, но, тем не менее, я считаю, что позиционировать этих авторов как что-то психологическое, философское в корне неверно. Точно так же, например, с тем мнением, которое бытует среди некоторых людей, что 50 оттенков серого — это такое вот исследование глубин женской чувственности и психологии. Я вообще не понимаю, как этот прекрасный женский роман можно было бы назвать такими страшными словами. Вот, собственно, что такое неверное позиционирование. И есть несколько авторов с неверным позиционированием, в которых я столкнулась, и больше этих авторов не читаю. Я, конечно же, не возьмусь читать книгу того жанра, который мне неприятен, или той тематики, которая мне не близка, но иногда как бы бывает такое, что тебе предлагают одно, ты ведёшься на это, а получаешь совершенно другое. К счастью, после опыта работы в книжном я примерно понимаю, как работают маркетологи, и как они действуют, и как правильно читать книжные аннотации. Так что неприятных сюрпризов у меня всё меньше и меньше. Если говорить конкретно об авторах, за которых я вряд ли возьмусь, то их не очень много. Опять же, это было выведено опытным путём. Причины моей нелюбви достаточно разные от того, что это просто совершеннейший не мой автор, до того, что я столкнулась с тем самым неверным позиционированием этого автора, ну и заканчивая тем, что, как мне кажется, я этого автора просто переросла. К авторам, которых я, скажем так, переросла, относятся, например, Паула Каэлья. Я читала три книги, три с половиной книги Паула Каэлья. В школьном возрасте я прочитала «Алхимика» и «Веронику», которая решила умереть. Мне обе эти книги очень понравились. Более того, для меня они открыли какие-то новые истины и дали такой хороший пинок под зад. Я пыталась читать книгу «Воина света», но так и не осилила, потому что мне показалось, что автор как-то очень хорошо обкурился кактусами, и это были совсем не те кактусы, которые мне бы хотелось курить. Ну и уже на третьем курсе филфака я прочитала книгу «Одиннадцать минут», и после этого я не читаю Каэлья вообще, потому что после хороших марафонов по такой нормальной русской классике девятнадцатого века Паула Каэлья показался мне автором, который излагает разжеванные, тысячу раз пережеванные, перетертые в блендере, обработанные желудочным соком, философские догматы, которые поступают прямо в мозг читающего его человеку. А я к тому моменту привыкла уже самостоятельно грызть текст и доставать из него то, что мне необходимо. Так что на этом мои взаимоотношения с Паула Каэлья закончились раз и навсегда. Он совершенно не интересен мне как автор, я считаю, что то, о чем он рассказывает в своих книгах, я с большим успехом прочитаю у классиков или у более интересных современников, и, собственно, его манера не давать мне самостоятельно вывести из его текста какие-то истины меня очень сильно раздражает, поэтому можно сказать, что это мой нелюбимый писатель. Я ни в коей мере не клеймлю быдлом или какими-нибудь еще обидными словами, намекающими на отсутствие интеллекта людей, которые читают Паула Каэлья. Я считаю, что иногда Паула Каэлья бывает очень полезен своим читателям, и он действительно дает какой-то своеобразный пинок в эту жизнь, может быть, поможет в какой-то необычной и сложной жизненной ситуации, но у меня есть мнение, что в нормальном состоянии читать этого автора можно лет до 25, а потом уже как-то немножечко стыдно, потому что нужно переходить на литературу более серьезную. Поэтому я, наверное, не понимаю безумного обожания этого автора со стороны каких-нибудь взрослых, умудренных жизнью людей, просто потому что мне кажется, что во взрослости и умудренности нужно уже, наверное, Толстого читать. Хотя ничто, наверное, не мешает читать Толстого, и Каэлья ненормально к ним относится. Я же читаю 50 оттенков серого. Но, с другой стороны, я не считаю, что 50 оттенков серого должны открыть вам какие-то, о боже мой, потрясающие истины и пути дальнейшего развития, и путь к мировому совершенству и всему остальному. Собственно, вот. Вот так вот я отношусь к знаменитому Паулу Каэлья. Меня дико раздражает то, что он начал выходить в серии «Эксклюзивная классика», потому что назвать вот это классикой я не могу. Более того, я иногда подозреваю, что Каэлья под кого-то косят, возможно, даже под Кастанеду, но я могу ошибаться. Два автора, одного из которых я читала, второго нет, но уже сделала, так сказать, поспешные выводы. Это Марк Леви и Гиом Мюссо. Я читала Гиома Мюссо, я считаю, что он пишет намного хуже, чем та же Эл Джеймс. Это слишком просто, это слишком легко, это слишком, скажем так, оторвано от реальности. И в целом мне совершенно не понравилась одна его книга, которую я прочитала. Поскольку Гиом Мюссо и Марк Леви — это примерно из одной же весовой категории, и рассчитаны они примерно на одну же циревую аудиторию, Марка Леви я читать уже не стала. Ну, просто я все те же самые истины, все те же самые, может быть, где-то сюжеты, мудрые мысли могу найти в книгах более интересных для меня. Эти авторы пишут слишком легко и просто, мне неинтересно их читать. Я очень быстро понимаю, что к чему ведет и какой персонаж на каком месте стоит. Я намного больше ценю, когда автор со мной играет, обманывает мои ожидания, делает какие-то необычные ходы, а эти два товарища на такое, к сожалению, не способны. Так что на чтении Гиома Мюссо и заочно Марка Леви я поставила жирный крест. И вряд ли когда-нибудь за них снова возьмусь. Еще один автор — это женщина, которую я не буду читать, — это Сесилия Ахерн. Я читала одну ее книгу, которая называлась «Девушка в зеркале». В этой книге было три рассказа, один из которых мне, в принципе, понравился, но два других показались какими-то недотягивающими до заявленного уровня. Сесилия Ахерн, опять же, слишком легкая. Несмотря на то, что, наверное, она все-таки растет над собой, и, может быть, книги у нее достаточно разноплановые и разного уровня мастерства, мне не нравится этот автор, и в ней нет чего-то вот того, что мне необходимо. Я считаю, что это автор для маленьких девочек и юных девушек, у которых еще только вот самый-самый первый этап жизни. Пусть они читают Сесилию Ахерн, я же не разделяю всеобщих восторгов от нее, и читать ее больше не собираюсь. То, что я читала, было для меня слишком приторным, прям вот до тошноты приторным. Хотя я выбирала книгу под себя, с такими вот как бы заявленными готико-мистическими элементами, а вот читать ее любовные романы я и вовсе не собираюсь. Наверное, вместе с Сесилией Ахерн в топку идет и Николас Спаркс, и сейчас очень популярная Сара Джио, и кто-нибудь там еще. Вот Джо Джо Моэс или Ани Мариарти я хочу еще дать один шанс, потому что то, что я читала про их книги, все-таки несколько отличается от того, что я читала про книги Ахерн, Спаркса и всего остального. Сесилия Ахерн — это тоже пример неправильного позиционирования. Очень часто про нее говорят как про автора таких философских немножечко романов, я же в них этой философии не вижу. Но не буду зарекаться от чтения Ахерн, все-таки может быть я попробую почитать ее в оригинале, чисто для развития своего английского. Мне кажется, что слог у нее просто до примитивности простой, и для изучения английского она будет весьма полезна. Ну и два автора, которых я не считаю плохими, не считаю некачественными, я считаю, что пишут они достаточно мастерски, но просто это не мои авторы. Первый из них — это Харуки Мураками. Я читала его книгу «Охота на овец», но, как мне кажется, в том возрасте, когда я ее просто не поняла, и я пыталась читать «Норвежский лес». И в отличие от своего однофамильца Рю Мураками, Харуки Мураками у меня не идет совершенно. Это просто не мой автор. Мне не нравится атмосфера его книг, мне не нравятся его сюжеты, мне не нравятся его персонажи. Конечно же, это всего лишь мое восприятие, это не вина Харуки Мураками, но я не разделяю всеобщую любовь к нему и не понимаю этого автора, хотя не отрицаю, что, может быть, когда-нибудь мне попадется какой-нибудь его роман, который мне замечательно зайдет, и я приду в полный восторг. И второй автор — это Стивен Кинг. Я не могу читать Стивена Кинга. Я читала у него пару романов и большое количество рассказов, но меня отвращает от его стиля, от его миров, от его персонажей. Мне кажется, что он до ужаса физиологичен и совершенно ненавидит мир, ненавидит людей, вскрывает в людях все самое омерзительное, что только в них может быть, и именно поэтому я не читаю книги Стивена Кинга. При этом мне очень понравились его литературевические, наверное, работы, его работы по писательскому мастерству. Просто это не мой автор. Он со мной совершенно не резонирует. Меня тошнит от его книжек. Я хочу попробовать дать ему шанс, почитать «Темную башню», но вот его, как бы так сказать, основные романы вроде «Кэрри», что там еще у нас было «Сияние», «Кладбище домашних животных» — оно я читать вообще не хочу. Это не тот тип страха, который я люблю. Это не тот тип страшилок, которые меня привлекают. Я намного большим удовольствием почитаю, наверное, Лавкрафта или что-нибудь такое вот атмосферненькое, жутенькое, криповое, но не такое, как у Стивена Кинга. В принципе, опять же, я хорошо знаю, что Стивен Кинг специально сталкивает человека с ужасом лицом к лицу, а не намекает на существование этого ужаса какими-нибудь шорохами, переговорами, покачиванием шторы. Для него это такой вот своеобразный философский принцип, что свои страхи нужно видеть. Еще меня в паре рассказов, которые я у него читала, без силы мотивации персонажей, она казалась мне совершенно нетипичной и нелогичной, но, может быть, это были просто ранние рассказы. Мне очень нравится, что делает Стивен Кинг, его работа с публикой, его работа с авторами, но есть один момент, который я сейчас вам открою страшную тайну. Дело в том, что на очень многих изданиях сейчас пишут, что вот Стивен Кинг там пишет, «О боже мой, это прекрасно, это шедевр там» и так далее, лучшая книга со времен Гарри Поттера. Ребят, не верьте, он на самом деле каким-то издательским компаниям продал права печатать от его имени всякие рекламные слоганы. Вот такая вот с ним фигня. Я очень уважаю Стивена Кинга, но читать его книги меня не тянет. Ну и есть несколько чисто жанровых книг, которые я не читаю, просто потому что я не вхожу в круг целевой аудитории этих серий. В частности, это, например, серия Сталкер, серия «Метро», в которой написаны фанс-онли, очень часто там совершенно трешовые вещи, такие, вы знаете, уровня фанфикшена на каких-нибудь фичных сайтиках. Но, тем не менее, в той и в другой серии есть профессиональные авторы, типа Шимона Врочка, который написал «Метро Питер». Кстати, я очень люблю книгу Глуховского и очень люблю игру Сталкер. Я уж не говорю про то, что я люблю книгу Стругацких, «Пикник на обочине», это совсем другой разговор. А в эту же серию подходят всякие чисто мужицкие такие вот детективы блатные, которые я тоже не хочу читать. Это совсем не я, но если, допустим, мне в какой-нибудь игре попадется книга такого жанра, я вряд ли буду ее ругать, только из-за того, что она относится к этому жанру, потому что, как бы, это мои личные проблемы, неприятие к стилю, неприятие к сюжету, неприятие к персонажам и к той формуле, с которой я столкнулась. Всегда можно попытаться понять, по каким правилам автор играет с тобой в игру и попытаться принять эти правила, а не брыкаться, не сопротивляться им и не обижаться на книгу только потому, что она оказалась не вашей, она оказалась вами непонятой. Она совершенно в этом не виновата, это всего лишь ваше восприятие. Кроме того, я очень не люблю бытовые женские романы, типа Марии Метлицкой, например. Наверное, они все-таки милые, и в серию Марии Метлицкой печатается очень интересный автор по имени Ариадна Борисову, которой я читала пару рассказов, и, честно говоря, я была в восторге не от того, что написано, от того, как это написано, там действительно очень интересный автор чувствуется за вот этой вот типичной женской бытовухой. Наверное, это все, о чем я хотела сказать в этом видео. О различиях классической, настоящей, может быть, даже о формальной литературе я с вами еще как-нибудь обязательно поговорю. Мне просто не хочется делать одно длинное-длинное видео чисто с болтовней, без показа всяких книжек, мне кажется, это скучно. Если вы хотите о чем-то поговорить, может быть, если вы со мной не согласны, может быть, если у вас тоже есть какие-то ваши читательские, нет, читательские табу. Welcome в комментарии, буду рада вас услышать. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч!